Вот он. На остановке остановите, пожалуйста. Сразу ложимся. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны подозреваемые в мошенничестве при продаже автомобилей в столичных автосалонах. Было установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками московских автосалонов, выставляли в сети интернет объявления о продаже новых автомобилей по сниженной цене. Приехал в этот салон купить машину. Но потом мы начали предлагать другие машины. Машина сама сколько стоила по итогу? 300, по-моему, вообще-то. 300 с чем-то тысяч, но кредит вам предлагали взять на сколько? На миллион сто. То есть 300 тысяч машина, но на миллион сто кредит, правильно? Да. После подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами данный договор фигуранты подделывали, завышая указанную ранее стоимость, либо предлагали приобрести на внесенные денежные средства поддержанный автомобиль. Таким образом клиентов вынуждали приобретать транспортное средство на невыгодных для них условиях. Следственным управлением Управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. По аналогичной схеме действует автоцентр «Высота» на московском шоссе, дом 7Б в Санкт-Петербурге. Неоднократные обращения обманутых покупателей в полицию результата не дали. Руководство УМВД России по московскому району города Санкт-Петербурга делает вид, что не замечает преступной схемы. Едем в УМВД подать коллективное заявление и спросить, что это – коррупция или профессиональная непригодность полицейского руководства. Нам нужно либо начальник кафе, либо ответственность от руководства. Я хочу… Ответственность от руководства, наверное. Да. Или вы? Да. Вы откуда представитесь там или нет? Так он подойдет, я и представлю, когда подойдет. Что вам даст то, что я скажу? Фамилия моя Матвеев, зовут меня Игорь Владимирович. Что вам это даст? Вот я вам представил. Вы с какой-то организацией или… Да не с организацией я. Я юрист. Представляю интересы обманутых граждан на вашей территории. И вы прекрасно знаете. Так мы с вами будем разговаривать. Вы сможете что-то? Вы же куда-то пришли. Так я не понимаю, что там за великий сидит ответственный, который должен ему сначала доложить, зачем я к нему пришел. Пусть спустится. Как полагается. Кем полагается? Ознакомьте. Вене. Ознакомьте. Это все в приказах. Каких приказах? Приказы для вас, не для нас. Приказы для вас. Приказы для… Главного управления не для граждан. Поймите простую вещь. Как это не для граждан? Приказы? Законами все предусмотрено. А вы приказы и законы? Ничем на объекте. Вообще, просто не слушай. Давайте я просто у меня послушаюсь и будете знать кое-что. Я вам могу назвать номера приказов. Приказы для вас. А законы это… Можете почитать. Вообще просто, да? Приказы это для вас. Для меня, ваш начальник, никто. Я руководствуюсь федеральными законами. Это печальная штука. Это печально. Почему печально? Тогда я пойду на службу? Да, должно быть какое-то уважение, наверное, тоже. А при чем здесь уважение? Ко всем людям. Вообще просто человек, просто параллельный реальность. Девушка, вот это вы имеете право делать только с разрешения пресс-службы. Хорошо. Вы можете снимать на телефон, на гаджет, имеете право. На профессиональную аппаратуру, только с разрешением пресс-службы. Как вы имеете право? Как вы имеете право, профессионально? Ну, внешне. Внешне? Ага, отлично. Хорошо. Я вам скажу так, замечание гражданского права не имеете в виду. Если я ошибаюсь, значит, ошибаюсь. Я просто предупредилась. Я, честно говоря, никогда не могу больше разговаривать. Вы просто не слушаете, вы, видимо, это отпечаток какой-то. Почему я не слушаю? Я вас предупреждаю заранее. Вы же хотите пройти. Да вы меня не можете предупреждать, потому что права-то у вас нет. Что меня предупреждаете? Я постовой, грейдан, по охране зданиям. Охраняйте, я же вам не мешаю. Я охраняю. Ну, прекрасно. Я даже никуда, видите, не иду. Спокойненько жду ответственного. Я с вами решила просто заранее познакомиться, кто вы, кем являетесь, по какому вопросу. Девушка, я просто предупредила тоже. Да не можете его предупреждать. Вы сотрудник полиции. Чего не упредит? Вы имеете право только определять законные требования. Все. А просто так... Мне законники будете объяснять, на что я имею права. Да, вы знаете, да. Девушка, вы меня спрашиваете. Блин, я же не поддуманный стоит. Открывайте шлагбаум. Это в дежурку у меня не открывается, не только шлагбаум. Это в дежурной части. Мне законнику, это вообще первый раз слышу такое, да, это сильно. А законник знает вообще, что при обращении к гражданину он должен представить... Нет, я вам говорю, что у меня в инструкции. Как у меня в инструкции? То есть это я не от себя придумала, это я не сама придумала, а не от себя. Я уже объяснил, приказные инструкции это для вас лично, для вас, не для граждан. Приказы это для вас, потому что граждане не подчиняются приказам, понимаете, да? А вот вы уже изначально, если вы законник, должны были представиться при обращении к гражданину. Вы этого не сделали. Я представлю. А когда? Потом как-нибудь, в будущем, да? Если вам надо, требуется я поставлю. Это не обязательно надо или нет. Вы обязаны это сделать при обращении к гражданину. Просто и все. С вашим сержантом полиции, Хахаевым. Отлично. Удовлетворительность? Так вот вообще речи об удовлетворительности не идет вообще. Я не понимаю, просто все, пора заканчивать это видео у вас. А вы не напомните нам про нас? Мы вот ждем, сколько еще ждать? Думаю, что с природой они не страдают. Дежурная часть доложила. А еще раз доложила. Дежурная часть вот напротив, они нас, может, не видят? Вы можете с нами прийти пообщаться? Пока мы хотели бы руководителей АБЭП, либо оперативника, либо ответственного руководства. Потому что вопрос... Нужно на руководство, я сказала, что вам нужно ответственное руководство. АБЭП вообще не здесь находится. А где? На Киевской 20. На Киевской 20. Ну, тогда ответственное руководство, они же могут распорядиться? Потому что мы сейчас поедем в этот автосалон, с этого автосалона, там людей дурят на вашей территории. Такое ощущение, что... Что там в автосалоне? Обманывают людей. Причем вот у меня сколько их... Ну, где обманывают людей? Люди приходят. Я вот пришел, у меня заявление, все как есть, как надо, сейчас мы туда тоже поедем. Тогда это не ко мне, я постовой. Мое дело вас не пропустить. Это понятно, ваше дело не пропустить нас. А то, что касается с происшествиями, это пожалуйста, зачем вы теряете время от дежурной части? Потому что дежурная часть ничего не решит. Они владеют всей оперативной обстановкой по району, они кубируют наружные наряды, они направляют сотрудников. Дежурная часть ничего не решит. Нужен ответственный от руководства, я ему объясню. И тем более они знают, где сейчас ответственность будет. У меня такой информации нет, я не владею. Вы вообще слушаете когда-нибудь людей или нет? Вы тараторите и тараторите. Я просто еще не договорила вам с вашей информацией. Хорошо, давайте, договорите, потом я буду говорить, давайте. Договорили? Да. Договорите, не договорили. И теперь я говорю, смотрите, ответственный от руководства, он может, он же отдает эту команду, и дежурной части в том числе, потому что он главный в управлении. Дежурная часть? Ну как? Это отдельное свое предприятие, у них свое руководство. Подожди, пускай подождет. Оперативный дежурный каждый день доказывает начальнику управления. Дежурная часть у них свое руководство. Правильно. Начальник дежурной части подчиняется все равно начальнику управления. Я немножко знаком, как это устроено. Понятно, что начальнику управления все подчиняются. Обратитесь дежурной части, потому что я там уже доложила о вас. Ну еще раз скажите. Моя задача на другом пути заключается. А в чем? Надо не пропустить к ответственному, я понял. И не пропустить вас без разрешения. Ага. Дежурной части. Так. Ваша задача. И руководство. Отлично. То есть я действую согласно своей инструкции. Ну напомните еще раз и продолжайте завтракать. Мы от него не будем увлекать. А вы видите, что я завтракаю? А мы слышали. Нет, нет, нет. Это оригинал. Вы можете многое что-то. Это оригинал. Копия там уже есть. Это оригинал. То есть она ошиблась, да? Следователь. Ну ясно. Во-первых, мы следуем следователь. Дознаватель. Ну вы же не говорите, кто вы. Почему я вам должна говорить? Она не следователь. Ну может быть дознаватель. Почему без формы на одежде тогда? Это не ко мне вопросы. У нее свое руководство есть. Понятно. Я ей не начальник. А где это все руководство? Я как бы за нее не учалась. Можно кого-нибудь из руководства? Ну черт. Я доложила дежурную часть. Что вы просите ответственного. Да. Там вообще никого нет. Мало того, я доложила даже заместителю начальника управления машины. А что он сказал? Да. А что он сказал? Придет? Сказал. Пошли они отсюда не пускать их. Ну так как вы четко документы не предоставляете и ничего не говорите. Кому предоставлять? Пусть он спустится. Он что, великий барин что ли? Я ему объясню, как полиция. Ну я сержант полиции, я не могу полковнику приказать. Так не надо приказывать. Еще раз. Я доложила. То есть в твое дело доклад. Я доложила. Ну хорошо. Я через 3 минуты буду звонить по 102. В твое дело доклад. То есть я доложила, я свою задачу выполнила. Ну ладно. Сейчас могу еще раз дежурную часть набрать. Сделайте одолжение. По-моему легче подойти туда и... Да я могу подойти, ладно. А схем? Да тоже никого нету. Что такое-то? Здравствуйте. Все заняты важными делами. В своем уме заявление у человека принимаем. Может вы не будете нас снимать? А здесь нет никого... Меня, во-первых, снимают. Во-вторых, не надо хамить. Разговаривайте нормально. Если вы заняты, так и скажите, что вы заняты. Фамилию свою скажите, сержант. Фамилию скажите свою. Товарищ майор, заявление примите у меня на сержанта. Как она сказала? Куда меня послать? На три буквы? Она что? Это кто не в себе-то здесь? Вызывайте ответственность. Она матерится в дежурной части. Мы зафиксировали все. Ауди-то пишется? Она вообще... Ее вообще кто допустил? Она точно сотрудник полиции? Куда она меня послала только что? На свою... Она только что послала меня на три буквы. Сказала, пусть он уйдет на... У вас в дежурной части что-то видео пишется. Сейчас будете с ваших камер там тоже снимать все это. Майор, сами пишите. Протоколом устного заявления. Протоколом устного заявления говорю. А заявление-то будете писать на подчиненную свою? Матом кроет в дежурке. Нормально. Еще мне говорит. Вы в своем уме? Нормально. Тут еще надо проверить кто здесь не в уме. То есть послала меня на три буквы в 11.00. Там у них в камере пишут. Сейчас пускай берут и там четко будет слышно. Говорит, пошел он. Вообще нормально. Внимание. Произошло соединение со службой экстренного вызова полиции 02. Обратите внимание. Все разговоры записываются. Здравствуйте. Оперативный дежурный полиция Семенкова. Чем могу помочь? Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я сейчас нахожусь в управлении внутренних дел московского района Санкт-Петербурга. Я приехал сюда с коллективным заявлением от обманутых граждан на территории этого района в автосалоне. Просто на несколько десятков миллионов людей нашваркали. Ответственно не выходит. Никто со мной общаться не хочет. Я обращаю дежурную часть. Меня посылают на три буквы. Буквально на три буквы. А, где вы находитесь? Это Московский проспект 95. И мне нужен здесь начальник управления или что тут? Во-первых, сотрудник полиции. Это просто она не вменяемая. Начальников у нас нет. Московский проспект там какой? 95. Это управление внутренних дел московского района. УВД по московскому району. Где меня помощник оперативного дежурного послала только что на три буквы. Буквально. А она с оружием ходит. А у нее нормально все с головой? Мне нужно, чтобы сейчас спустился кто-то с руководства либо принимали какие-то меры. Заявления не принимают. И, по моему мнению, полицейский, вот это сержант, она... Помощник оперативного дежурного? Да, она, по моему мнению, она не в адеквате. А у нее оружие есть. Я вас поняла. Послушайте меня, пожалуйста. Давайте. Я вас послушаю. Кто вас отправил? Помощник оперативного дежурного или оперативного дежурного? Помощник. А оперативный дежурный отказывается принимать заявление. Первый раз, честно говоря, меня в полиции послали на три буквы так откровенно. Не принимает заявление, да? Да. Фамилия ваша? Матвеев. Климат ваш жалоб на сотрудников будет передан. Ответственный будет разбираться. Ждите, пожалуйста. А сейчас будем требовать, чтобы сняли видео. Сейчас, через 5-10 минут подойдет оперуполномоченный опрос. У вас подробный. И протокол установления у вас. Да, ну вы зафиксировали, да, что видеонаблюдение? В какой момент она послала меня на... Видеонаблюдение у вас... Видеонаблюдением какая служба у вас занимается? Тыловая. 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 Руководство с тыла тоже здесь? Да, я всем сообщила. А если у нас находится обеспечение, Валентина Владимировна приезжает. Вот. Доложила начальству и всем, что вы сейчас знаете. А вы рапортом сейчас докладываете начальнику о том, что ваша помощница на заявителя... Я написать заявление. Я напишу заявление, но ваша обязанность... Вы меня послушайте. Ваша обязанность, ваша обязанность как оперативного дежурного доложить рапортом о данном факте. Не запускай, я уже доложу. Рапортом. Вы не запускай доложили. Сейчас я понимаю, что... Прекрасно. Хорошо. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Какого граждан, я не знаю. Что у вас случилось? Так что у меня случилось? Меня послали... Вы не принимали заявление или что? Еще на три буквы послали, причем буквально. Вот сейчас откроют первую букву и я представляю, что начнется в зале. Воображение это у всех работает. Помощник оперативного дежурного говорит, да пошел он и вот ну понятно,ゴда. Угу. Так одну минуту, подождите пожалуйста, жирайте. зачем жалобы покупают на управление чем передавать заявку в отдел я хотел написать я хочу сейчас увидеть ответственного от руководства мне пообещали что он вроде как должен спуститься сейчас не знаю спасибо мне вот это нравится достойная работа и уверенность завтрашнем дне есть вакансии на должен полицейский помощник оперативного дежурного помощник оперативного дежурного сейчас будет две вакансии по-любому мне кажется полицейский кинолог опера уголовного розыска участковый а вот руководство нет вакансий почему-то да вот нет руководства вакансий куда они деваются тема не замещаются очень странно но то что уверены завшим дед абсолютно точно и сидят уверены завшим дне зарплата есть и как бы нормально вот не хотят еще на стол не колечко или хотя бы по сотовому пару 8 9 11 110 вот телефоны не отвечают там на работу устраиваться как уверенность устроили завтрашним не ощущаете уверен отлично завтрашним не говорю либо человек уверен в завтрашнем дне либо нет не во всем уверен а в чем не уверены будут ли пенсию платить не будете со мной обсуждать а с кем будете так у меня у вас случилось изначально я сюда приехал как физическое лицо организации я у меня есть несколько граждан которые обманули в автомобильном центре высота вы наверное знаете да возможно читали неоднократно уже обращались сейчас заявление носит коллективный характер я именно с этой целью и прибыл сюда подать это заявление но у нас кстати еще одна претензия к этому центру мы сейчас туда поедем и я полагал что все-таки мы руководство все-таки как-то отреагирует мы поедем туда вместе они как-то все-таки общение могу я не потребовать а попросить пассивных метров я являюсь а мы разом юри мы забыли вас то есть мы если оперативный работник правильный из блюри мы с блюри просто мне не хотелось бы чтобы какие-то граждане меня видели мы прекрасно это понимаем поэтому оперативных работников мы блюрим вот если это куда-то выкладывается вообще вот то есть основная цель была вот именно такая то есть они как работают то есть всем это все известно им звать мы даже у нас даже видео есть на канале где мы все последовательно сделать я позвонил в автоцентр звоним в автоцентр высота лэнд круизер 200 пишет что новый стоимость 5 миллионов двести тридцать восемь тысяч рублей посмотрел автомобиль это автомобиль был лэнд круизер тойота годовалый забронировать на 72 часа без предоплаты замечательно заявка успешно отправлена ваш персональный менеджер свяжется с вами в течение 30 минут до 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 а я же там написал заявку там не приходит лэнд круизер 200 его стоит там новый написано без пробега рассматривали ну да он да есть автомобиль ландкрузер вы какую комплектацию смотрели а вот там который стоит 5 что-то пять восемьсот он сколько-то стоит так пять восемьсот тридцать пять это люксовая комплектация 4 6 объем двигателя на автомате полный привод я звоню а как так такая цена маленькая за годовалую машину новый они сразу же заявляют это просто с банков нереализованные автомобили то есть они изначально они уже врут все вводят заблуждение с целью человека потом обмануть цены у нас на сайте они актуальны при покупке в автокредит это машины 21 года новые они реализуются по закупочной цене вы рассматриваете покупку в кредит закупочная цена это что такое ну это цена по которой банки партнеры их выкупали в двадцать первом году от производителей а то есть это банк партнер собственник да или что ну банки и закупают да с целью реализации через автосалон просто они в двадцать первом году реализуются с учетом наценки салона потом если они не продаются на следующий год они реализуются по закупочной цене чтобы не было простой автомобиль а он у вас да стоит или где у нас на площадке машины представлены да также есть шушарах московских позициях а вот этот именно и куда подъехать чтобы можно было это московское шоссе 7b станция метро звездная работаем каждый день с 9 до 9 машина в наличии на площадке на московском да вот эта машина на Московском да новая 21 года официально гарантии завода производителя луна напрямую с заводом смысл с тойотой да это ого Few m то есть я подъеду как можно на будет глянуть не знаю может сегодня сегодня подъеду от кредита в чем там в кредите чем выгода то или как там какой-то бешеный кредит получится ну нет там процентная ставка идет от 8 до 21 процента годовых но и уже банки формируют под каждого клиента индивидуально если хотите узнать точные условия нужно салоне будет подать заявку потребуется три документа это паспорт водительское удостоверение осматривается заявка быстро в течение 30 40 минут после чего уже сделан детальные все расчеты по процентной ставки по графику платежей по переплате ну и исходя из этого уже можно принимать какое-то решение подходит такой вариант а если за наличные этот автомобиль сколько будет это банковские машины только для подавка кредит они закупаются то есть наличку не очень не продают только только под кредит а это дело что за банка какой банк но тут привязки какому-либо конкретному банку нету это банковские программы вообще идут у нас 15 банков основные в т.б. альфа банк деньков сетелем банк это чернее предприятие от вербанка банк зенит который позируется на так не я это понял вот по этой машине какой банк собственников именно поэтому вообще это в т.б. хорошо я говорю есть такая машина есть мы туда едем приезжаем естественно этой машины нет они нас конечно же узнали но смысл если бы они нас не узнали мы были без камерами смысл такой что дальше человеку спрашивать где мой автомобиль не это автомобиль вас сейчас подъедет его готовят там все вот пока давайте заявку на кредит оформим значит смотрите вы мне напишите какой банк и вот этот автомобиль в как в каком банке залоговый залог этого автомобиля черные люксовые 5 800 который у нас все на видео записано ссылка не знаю я даже давал заявку у вас как бы забронировал его и 72 часа действует бронь а до серьезно ваш сайт не знаю смысле вот эти остались один из того года мне не надо машину мне нужно 21 новая мне так обещали чего где она нету почему а это сказал то мне от анатолий да вы что причем он проверял уточнял чего-то на жулик получается он здесь уголовка в чистом виде потому что я могу скинуть да потому что есть даже в регионах причем полиция такие автосалоны уже закрывают возбуждают дела но вот эти автосалоны сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции у мвд россии по городу перми при участии росгвардии были задержаны работники одного из автосалонов которых подозревают в совершении мошенничества было установлено что злоумышленники для осуществления противоправной деятельности арендовали помещение расположенное на улице рязанской города перми они завлекали клиентов не низкими ценами и выгодными условиями кредитования как только покупатель выбирал понравившийся ему автомобиль менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим предоставляли для подписания договор купли-продажи транспортного средства где указывалась завышенная цена в дальнейшем подозреваемые вынуждали их заключать кредитные договоры на приобретение автомобиля вводя граждан в заблуждение что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку и вообще могут лишиться машины настоящее время с заявлениями в полицию обратились уже 42 человека те кто не реагирует руководство управления внутренних дел туда другая служба приезжает с кувалдами сейфы у них вскрывают там разбираются в коррупции я не понимаю почему здесь повально обманывают людей вот по этой схеме навешивают на них колоссальные кредиты продают им автомобили не те которые они заказывали а на 10 лет старше эти автомобили причем большинство из них неисправные и никого это не волнует это обман в чистом виде причем человек не может отказаться от этой сделки потому что его автомобиль на котором он который он задает в трейд-ин по другому договору они уже говорят извини ты его не получишь значит машину отремонтировали я увидел документы сумму 200 тысяч почти 200 порядка 180 я был восторген машину и питание отремонтировали я ее взял она проехала 400 километров и опять с той же самой причиной дальше поехала на эвакуатор такое отношение ваш не виталий валентинович вот соглашение предоставили нам ознакомиться с ним скажите пожалуйста вы кредит сейчас по автомобилю по своему хватите в размере какой суммы 13 900 рублей ежемесячный платеж сколько у вас пенсия составляет если не секрет 12000 и стоит у нас долго длинная да она написана но все готово и мы сейчас претензии поедем туда поедет кто-нибудь стами разбираться с автосалоном давайте уточним момент удержу на части на основании куда выезжать с осмотрами с прошествием еще с чем-то да да и какой необходимый сотрудник должен быть там ну то есть либо я как дежурная перфим как уголовного розка либо вам нужен именно вот руку намоченных сотрудник это вам уже определять и второе у меня вопрос был то есть вот сержант она послала буквально меня на три буквы дежурной части необходимо этом не присутствовал не могу а я заявление буду давать присутствовал оперативный дежурный майор она слышала майор должна подать рапорт по данному факту это произошло в 11 часов ровно начальник тыла должен распорядиться видеозаписи предоставить к этому заявлению потому что если пишем еще конечно после я считаю что сотрудник полиции который посылает гражданина на три буквы так разговаривает до этого она сказала бы в своем умели то есть она мне говорит в своем ли я уме а сама меня посылает на три буквы это вопрос кто не в своем уме она но она с оружием я так понимаю а если она так себя ведет то мне кажется оперативный дежурный чадорные и разоружить и отправить на медицинскую комиссию заново мысли там дежурной частью а вы спросите а вы спросите так у нас я думаю наш метро к микрофон тоже это схватил и выхватил эту фразу поэтому вот у меня одно заявление сядем посмотрим сначала разберемся это автоцентр так вы какое-то объяснение хотите дать или подождать чтобы он потом уже непосредственно если с меня объяснение получать я дам просто общую схему она просто в общем-то не нужно то есть все мы и так понятно то есть они заманивают рекламой на автомобиле работают палочности людей да просто типа новый автомобиль там за какие-то гроши человек приезжает туда сдает свой автомобиль ему тут же кредит пока оформляют потом говорят этой машины нет на ответу и все ему не у него в итоге людям предоставлено конечно только они эти автомобили со скрученными пробегами и так далее люди уже забрали получили да ну мы про схему говорим я могу даже исполнителю который будет заниматься даже ссылку на коллег дать ваших коллег которые возбудили дело по таким же фактом точно ровно по такими в другом регионе да так ну давайте что сейчас зарегистрируем заявление соответственно сейчас вы объяснение подавать не будете потом непосредственно уже исполнитель вас вызовет подробно все отразите он идет посмотрит документы каких не хватает какие еще необходимо подвести сейчас мы поедем еще по одному клиенту подавать центр высота подавать претензии и так далее если с нами кто-то поедет будет здорово нет нет не указан если кто-то с нами поедет то здорово замечательно смотрите может приехать до 12 и необходимый сотрудник по данной линии работы хорошо я не буду настаивать потому что я все-таки вам алгоритм ваших действий я не заявление и дальше поговорим давайте дальше уже действовать полиция должна только не воспринимаете это как обучение еще что я просто говорю я сам много лет отработал действие должна быть закупка контрольного это прекрасно знаете точно такой же как мы делали точно также и полиция должна делать звонок по рекламе есть такой автомобиль да есть приезжайте все это пишется актируется соответствующему либо там в рамках орд это делают они там не знают без мотива либо все а дальше уже едут туда где наши машины и там начинают опрашивать а кто там оператора с кем и разговаривать они начинают сразу шифроваться это не наш оператор там мы это не знаем но полиция все зафиксировано все все сделали давайте кто разговор телефон тут же никто такой начинается но понятное дело что они все равно начнут разговаривать и начнут давать показания друг на друга что история другая начинает все и наконец-то этого автоцентра не будет либо они будут честно работать вот и все они к нам идут они постоянно их количество их увеличивается я говорю если надо будет я потом скину ссылку там где в регионе уже аналогичная история а просто протокол приехать протокол осмотра места там делать это не это без бессмысленно это не даст ничего либо по количеству обращений там дело возбуждается по однотипному сценарию так далее тому подобное либо еще закупок а вот планирует согласен так вот это надо делать красиво и граммами ну хорошо непосредственному исполнителю когда поручит все может быть он эту контрольную закупочку осуществит а потом ему это проще будет доказывать и делать может довести до суда совершенно спокойно нет и вы сами смотрите если вам это необходимо я считаю что правильно будет сделать когда исполнитель непосредственный будет он проведет чтобы он связался не так просто он выйдет постановление об отказе писал в архив потому что мы опять будем жаловаться а взял осуществил контрольную закупку не надо даже машину покупать а мы претензии а мы так они нас уже знают мы просто зафиксируем претензии может они смотрели два три дня с вами свяжется исполнитель с ним все давно и сделайте совместно войск давайте хорошо и возможно подоставить давайте давайте но просто палец полиция должна работать именно по такому сценарию сама рапортом доложила что я то-то 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 произвожу там рамках в этом и так далее все мы там еще и начинает звонить позвонил по такому-то номеру там все это фиксируется чем объяснить это не догнать все а дальше уже когда вы туда приезжаете не как это не мы ну как не мой друг мы по ваш телефон нет все запрос чей телефон и все это и все равно все это в рано или поздно она все равно в одно целое все никаких проблем и карточку себе оперативник все а если вы сами туда поедете да если вас что-то на месте не устраивает вы считаете что мошенничество давайте сразу это понятно и сок ничего не изменит мы же не документы у не хотим найти потому что они не отрицают что у нас есть что есть документы до что они продавали они это не отрицают нам важно факт что они дурят людей именно вот обманом чисто обман и у нас есть там на основании документов да это было бы замечательно потому что это только копится вся эта история но тут и так понятно когда они рассказывают что эта машина из банка не реализованы мы позвонили в банк втб банк втб не подтвердил данной информации вот это и надо было здравствуйте здравствуйте забыла скажите пожалуйста такой вопрос вот я сегодня позвонил в автоцентр высота в санкт-петербурге он находится автомобили продают заявляют что они официальные дилеры и вот они сообщили мне такую историю поведали что банк втб является собственником автомобилей 21 года который они реализуют от имени банка как ваши партнеры я хочу вот у меня вопрос действительно ли это так они утверждают что банк втб является собственником автомобилей да то есть собственником автомобиля вот который я выбрал там land cruiser такой 200 21 года я говорю а почему 21 то как они там сохранились они это потому что собственно и автомобили 21 года да у них который есть да что мы являемся им да что банк втб является собственником этого этого автомобиля и причем приобрести его могут только исключительно в кредит потому что это условие втб вот и вот как то так и они ваши партнеры автоцентр высота так ли это автоцентр автоцентр высота да а вы хотели за наличку я за наличку да мне вообще интересно то есть это баба это банка автомобиль что ли сейчас я уточню информацию буквально именно что все автомобили за 21 года да да или только именно который вы выбрали но там я выбрал вот этот и они в принципе говорят что так и есть что автомобили только 21 года якобы банк втб и там другие банки выкупают эти автомобили и потом именно реализацию типа отдают ну вот как-то что-то мне сомнения берут по этому поводу спасибо за ожидание но это неправда то что вам сказали это не правда то есть вы не являетесь партнерами ничьими ваши автомобили нигде не продаются нет вы можете спокойно за наличку брать но и ваших автомобилей там тоже нет да получается нет нет они я не знаю чем они так говорят нет это не правда они уже обманом завлекают туда людей и у меня заявление будет я же не на вас заявление я же не на вас ради вас с удовольствием извиниться пожалуйста никаких проблем так нельзя даже понимаете жалост плохой советчик на самом деле потому что человек сейчас останется безнаказанным завтра он еще а как я узнаю что вы меня обещаете да ладно хорошо ладно только ради оперативного дежурного сейчас тогда да хорошо это еще сам хорошо нет да спасибо ну все тогда я жду звонка до оперативника все спасибо вниманию пресс-службы главного управления мвд россии следственного комитета и уэсб россии сколько должно быть еще обманута покупателей чтобы вы заметили эту преступную схему с момента подачи заявления от 18 января 2023 года не мне не пострадавшим из полиции так никто и не позвонил автоцентр высота продолжает свой бизнес и по сей день как вы все поняли мы приезжали сегодня по автоцентру высота на московском шоссе дом 7b неоднократные обращения граждан и обманывают по простому сценарию человек ведется на рекламу дешевого автомобиля звонить ему szof the mobiles есть он приезжает туда автомобиля нет вернее автомобили есть но на другой площадке сейчас его пригонят а пока давайте оформим кредит подадим документы все он сдает свой автомобиль трейдин а то по другому договору и оформляет кредит все потом ему привозят машину как так это же другая машина ему гути да нет это та же самая мы там что-то перепутали кто то говорит все я не хочу отдайте мне мою машину я поедут ему говорят все ты же подписал документы мы у вас эту машину приняли и человек вынужден покупать вот это ведро с болтами после чего это ведро с болтами благополучно течение первой недели ломаются как правило и дальше он обращается уже к ним они ему говорят до свидания он обращается к нам все таких обращений уже около десятка и значит сегодня мы приехали попытались подать как это происходило все видели почему мы простили вот этого сержанта которая послала меня на три буквы только потому что поверили майору оперативному дежурному что у нее по любому будут неприятности ей на пенсию дародана нам сообщила поэтому просто не хочется портить жизнь вот этому оперативному джурному майору за вот этого неказистого подчиненного вот это сержанта вот как то так и что касается почему мы блюрим некоторых сотрудников блюрим только оперативных работников хороших оперативных работников потому что они ведут свои деятельности все-таки мы надеемся ловят преступников и преступники не должны знать их в лицо поэтому мы накладываем блюр только на оперативных работников как-то так сейчас мы в автоцентр не поедем поедем через несколько дней как нам пообещали мы все-таки хотим замутить вот эту вот контрольную закупку и если все удастся тогда как коллеги в другом регионе возбудили уголовного дела возможно и здесь возбудят поэтому пока все